19 июля 1933 года было принято решение о придании населенному пункту Галл статуса города. Археологические раскопки свидетельствуют, что в средние века на территории Гала существовал небольшой поселок. Первым жителем этого поселка, по рассказам гальских стариков, был крестьянин Тлабган Кецба, которого называют основателем города Галл. В 1904 году он становится центром Самурзаканского участка. При советской власти город начинает застраиваться жилыми и общественными зданиями. 19 июля 1999 года вышло постановление Народного собрания Парламента Республики Абхазия о назначении выборов президента Республики Абхазия на 3 октября 1999 года. 19 июля 2011 года в Сухуме, в доме, где жил поэт Таи Фаджба, на пересечении улицы Айтгалара и набережной Махаджиров установлена мемориальная доска. Автор бронзового барельефа поэта – скульптор Цирахба. 19 июля 1945 года родился Виссарион Цвижба, художник-живописец, график, скульптор-декоратор, член Союза художников Абхазии и России, заслуженный художник Абхазской АССР. Выпускник Сухумского государственного педагогического института и Тбилисской государственной академии художеств. Участвовал в выставках в городах Кутаиси, Батуми, Тбилиси, Черкески, Москве, Берлине, Генуе. Цвижба в соавторстве с Виталием Лакарба выполняет 12 декоративных композиций на тему абхазских мифов по оформлению оконных проемов угловой башни, бастиона церковной ограды Питсунского храма. Также в соавторстве с Виталием Лакарба в городе Хоста выполнили декоративную объемную мозаичную композицию «Море и пляж». Виссарион Цвижба – активный участник национально-освободительной борьбы, является подписантом абхазского письма 130. В 1992-1993 годах Цвижба – участник Отечественной войны в Абхазии. В конце 90-х он делает персональную выставку в городе Сухом. В 2000 году за живописное полотно «Сумасшедшие и орликины» был объявлен лучшим художником года. За последние 10 лет в день 19 июля самая высокая температура была зафиксирована в 2009 году – это 30 градусов, самая же низкая в 2012 – 24 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова